Добрый день, в эфире программа Мимо Нот, и сегодня ее ведут Олег Дружбинский и я, Евгений Додли. Выпуск у нас посвящен 30-летию проекта «Взгляд» культовой программы советского телевидения, вообще отечественного телевидения. 2 октября будет эта дата, поэтому в гостях у нас главные выпускающие этой программы, ведущий, один из пяти ведущих в моей системе координат, Владимир Викторович Мукусев. Здравствуйте. Ну что ж, с чего мы начнем? Это вопрос к коренным взглядовцам. Я-то зритель, знаете, а вы участники. Хорошо, вот как 30-летие встречает Мукусев? С каким настроением, с какими мыслями, с какими прогнозами? Ну, первое, радостная дата, в том смысле, что если 30 лет прошло, а вот мы сидим за столом и предполагаем, что те, кто сейчас слушает и видит нас при слое «Взгляд», они не переглядываются, скажут, чего, какой взгляд, чего это. То есть большая часть людей все-таки что-то помнит, и для них что-то, так сказать, рождает это слово, то это хорошо. Это хорошо. Хотя мне вдруг вспомнилось, пользуясь твоей же терминологией, я имею в виду название книжки «Битлы и перестройки», я помню одну пресс-конференцию Маккартни, который, вот увидев перед собой там тысячу микрофонов самых разных, он сел и так от них отрынул и сказал, я только умоляю, ну, пожалуйста, не о «Битлз». Понимаете? И вот это что-то мне запало. Я никого ни с кем не сравниваю, избавляя Богу, чтобы кто-то подумал сейчас, что, так сказать, мы к великим себя… Нет. Я просто к тому, что было сделано и после «Взгляда» достаточно много интересного, особенно вот в период депутатства, но все-таки это счастье, что вот в моей жизни, в данном случае я себе говорю, был «Взгляд». И это хорошо. Но есть и второе. Когда начинаешь, как в прозекторской, отделять там косточки от всего остального, то понимаешь, что очень многое из того, что было сказано, было сделано и, казалось бы, уже, так сказать, ну вот оно решение, очень много оказалось только задетым, только обозначенным, но не решенным и не продолженным в каких-то там других передачах, на телевидении, в принципе, в СМИ, в принципе, в жизни нашей, в принципе. То есть КПД «Взгляда», кроме вот этой хорошей памяти, а по большому счету КПД, оказался не очень большим. Хотя, как это ни странно, КПД становится все меньшим и меньшим со временем, казалось бы, должно быть наоборот. А даже очевидные наши завоевания, уж извините, таким пафосным советским слогом я говорю, они сегодня пересматриваются, и то, что казалось, ну, совершенно очевидным, правильным. Например. Ну, скажем так, что КПД сорвал, да. Пожалуйста, если мы сейчас с вами выйдем и пройдемся тут недалеко до Храма Христа Спасителя, то пока нас не заберут, значит, полицейские, мы можем спрашивать у людей, скажите, пожалуйста, а кто построил вот этот храм? Ну, пока не заберут, да. И я думаю, что из 100 человек, 99, а то и все 100 скажут, как кто, ну, там, архитекторы, Лужков, там еще кто-то и так далее. А ведь, по сути, на Храме Христа Спасителя может быть табличка. Этот храм восстановлен благодаря телевизионной программе «Взгляд». Как это ни парадоксально, и как это ни чудовищно звучит. Я представляю, что сейчас творится у компьютеров и у тех, кто это слушает. Но это факт, потому что разговор о том, что надо храм восстанавливать, и не только этот, и в принципе, как общественный институт возвращать в общество церковь, затеял взгляд. Это когда коммунисты были у власти, когда за то, что в священник в прямом эфире, это была наглость. Это был 88-й год, когда мы впервые пригласили священника в прямой эфир. И дальше это был вызов на Старую площадь, и крик, вы что, Мукусев, с ума сошли? Вы что, на наше телевидение правда попа пригласили в прямой эфир, на наше телевидение? Я там про тысячелетия, крещение Руси, я там про то, что это про... Что, у вас юбилей, Мукусик? Так вот, только через тысячу лет в следующий раз позовешь попа, ты все понял, пошел вон отсюда. Вот как с нами разговаривали те, кто потом встал со свечками в этом же храме Христа Спасителя. Интересно. Понимаете, сейчас, секундочку, я просто хочу сказать, конечно, не мы месили бетон. Конечно, не мы принимали, так сказать, серьезное постановление о бабках, о выделении средств, всего вот этого остального. Но затеяли разговор серьезный мы. К чему все привело? Я ни разу не переступил порог храма Христа Спасителя, потому что я узнал, на чьи деньги и на какие деньги он в итоге восстанавливался. И деньги эти были далеко не, скажем так, стерильны, в смысле, так сказать, криминальны. Вот я о чем. То есть мы, с одной стороны, сделали дело хорошее, а с другой стороны, и то, в чем сегодня находимся мы все, учитывая, так сказать, то, что делает сегодня РПЦ, тоже вызывает вопрос. А право ли мы были, так уж, так сказать, стуча себя в грудь, что церковь нам необходимо возвращать полноправным институтом, общественным институтом в нашу жизнь. И могу дальше. А второе, конечно, мы не... Пусть восстановить сложно. Это обращало внимание Софьи Корзова, ведущих нашей с тобой, программы «Миман». Вот поэтому... Дай вопрос задать, Олег, вот задай вопрос. Я вот хочу... Мы тебе не мешаем? Позвони пока. Я в Facebook выложил анонс программы. Давайте по делу. Секунду. Вопрос. Так вы все-таки себя чувствовали, наверное, в конце 80-х либералом, или вы для себя не формулировали это? Абсолютно. Этих слов не существовало. Демократия существовала. Существовала, да. Как альтернатива коммунистической партийной номенклатуре. Без идеологического содержания, я бы так сказал. Не против партии, не против строя, а против номенклатуры. Вот не хочется врать, и хочется вспомнить какой-то пример, чтобы было понятно, что мы... Я помню, что я на такой же вопрос уже в период предвыборной компании сказал спорную, наверное, и по нынешнему временам вещь, что журналист не может не быть демократом в принципе. Наверное, не бесспорное утверждение, но возвращение журналистики, по большому счету, что и было, так сказать, как мне кажется, главным таким вот, что было во взгляде, возвращение журналистики и ее изначальной сути и содержание, такой защитник и некий институт, находящийся между властью и народом, обществом, людьми. Вот в этой системе координат журналист и демократ – это практически одно и то же. Без, повторяю, принадлежности демократической партии или принадлежности к чему-то, к чему-то, к чему-то так же является власть. Мы говорим про партию, вы же все были членами КПСС, насколько я понимаю, партии, то есть партии. Да, да. Так это взгревали по партийной линии, вот за попа, да? Пока мы были, да, коммунисты. То есть, как ты можешь член партии себя вот так вести? Понимаете, но это была странная штука, вот опять же с партбилетами связано очень короткое воспоминание, я не буду долго говорить, но я, к сожалению, не помню дня, а тем более не было телефона, чтобы это было сфотографировать можно было. Но на 10 этаже, где лифты в Останкино, там был партком центрального телевидения. И я помню эту картину, как дверь парткома была не завалена, а вот уставлена партбилетами. То есть, люди приходили и к дверям у дверей оставляли свои партбилеты. Я думаю, что это был, наверное, конец 90-го года. Наверное, 90-го. Это еще в контексте существования Советского Союза происходяло. До ГКЧП это было? До 91-го. ГКЧП тогда 91-й. Тогда 91-й. Я думаю, что это ГКЧП. Наверное, вот этот момент. Понимаешь, и вот эти, их были сотни, эти партбилетов, которые, так сказать, еще секунду, еще, ну, там, день назад, месяц назад, так сказать, грели сердце. А свой партбилет где? Я не знаю. Вот я не знаю, куда он делся. Я, честно говоря, жалю. Это же артефакт. Кстати, вот, когда мы говорим про партбилеты, я вспомнил, один из мифов самых распространенных, я писал вот в книжке, которая только что вот на этой неделе выходит «Мушкетеры перестройки к 30 лет взгляда», один из мифов, что Марк Захаров сжег свой партбилет в эфире «Взгляды». Не было. Я был убежден, что, ну, вот именно из переписки нашей с тобой я узнал, что это было не в эфире «Взгляды». Нет, у него была своя передача, я не помню, как она называлась. Киносерпантин Вера Глаголева, звукорежиссера, подсказала мне. Он сидел за пультом, якобы нажимал кнопочки, и вот на этом самом пульте, в тарелочке, он сжег свой партбилет. Никакого... А миф возник, я думаю, именно потому, что все помнят Марка Захарова у тебя в эфире со скандальным заявлением. Да, не со скандальным заявлением, это была передача. Передача очень серьезно готова. Это было до того или после того? До того. Значительно, да. История этой передачи, она такая немножечко трагическая даже, потому что, когда я увидел, что я выхожу 21 апреля, по-моему, или 22 апреля. Год сразу. Да, 89-й год. То и политобозревателем у меня был мой друг и просто ближайший, так сказать, человек Владимир Яковлевич Цветов. То, конечно, мы пошли обсуждать передачу в бар, и там нам сразу просто картинка явилась. А наливали тогда в останки. Да, что, так сказать, вот наденем, так сказать, пионерские галстуки там выйдем, и вот такие грудастые пионерки у нас будут на передаче и так далее. А чем больше мы говорили, тем больше было понятно, что уже мы это проехали. Мы проехали время стёба над Лениным, коммунистами там и всем остальным. И что рядом с этим стёбом уже вскрытые и очень серьёзные истории со Сталинщиной, с ГУЛАГом и так далее, и так далее, и так далее, не монтируется, что надо говорить о серьёзном. Надо говорить о корнях всего того, что привело вот к тому, к чему мы пришли в конце 80-х годов в стране. И вот тогда-то и родилась передача, начала рождаться передача, которая стала самой, наверное, громкой по скандалу во взглядовской истории, потому что Цветов предложил, слушай, а давай мы будем говорить о театре абсурда. И тогда нам нужен был, конечно, режиссёр, и вот оттуда из Останкинского бара мы поехали блинком, изобразили этой идеей Марка Анатольевича Захарова. Оттуда я поехал в новую деревню в Подмосковье к Александру Меню. И вот эта четвёрка, мы вчетвером и решили сделать в абсолютной тайне передачу, которой бы мы серьёзно начали разговор в принципе, который должен был закончиться судом, судом над КПСС, конечно. В тайне от Лысенко? Конечно. И вообще от начальства? Абсолютно, абсолютно. Ну что, я же прекрасно в 89-м году уже понимал, сколько стукачей работает во взгляде. Нет, это категорически не должно было быть никому известно. К сожалению, Меню не смог приехать тогда на передачу, а мы втроём это сделали. Мало того, о том, что… Изменить, Меню не смог или всё-таки смолодушничал? Ну, это я не знаю. Хорошо. Ну, ты знаешь, я его хорошо знал, и я плохо себе представляю, чего бы он мог испугаться. А вот то, что сделал Марк Анатольевич, мы репетировали дословно, доинтонационно. То, что вы понимали, что только на первую программу один раз можно будет сказать то, что сказал он, предложить Ленина захоронить. Это должна была быть, так сказать, фактически монолог. Вы даже редактировали этот текст. Я его, кстати, помню. Захар… Марк Анатольевич и не очень поредактируют, достаточно глыбища такая. Он сам может всех редактировать. Но писали сценарий, мы втроём вместе. Вот в этой самой, у него в кабинете, в Ленкоме, значит, за таким уже круглым столом, которым сидим мы. Важно другое, понимаете, вот мы же этого-то так и не сделали. И когда сегодня, не знаю, ломают памятники… То есть, не сделали, и вы не вынесли… Конечно. А надо? Ну, это всё равно произойдёт, и это надо сделать. Я о другом. Понимаете, не в теле, и там не в тушке в этой, которая там лежит, и не в памятниках дела, а в понимании того, что то, о чём мы говорим, это с правовой точки зрения является преступлением. Вот что важно. Разбор памятников, или там вынос Ленина, или там переименование улиц, станции, метро. И фигня всё это, если под этим нету точного и ясного, понятного стране, прежде всего, и людям, понятного правового объяснения. Это люди, или это строй, который совершил следующее преступление. Поэтому мы снимаем памятник, поэтому мы играем, а не потому, что политическая конъюнктура зовёт нас на баррикады, и вот мы сейчас снимем один памятник, поставим другой, и всё у нас будет хорошо. Да что за ерунда? Поэтому, когда вот эти несчастные бьют там, не знаю, молотками какое-нибудь действительно произведение искусства, даже если это такое произведение искусства, как тот же Дзержинский, а это произведение искусства, и он честь, как он стоял там, конечно, это удивительное, прежде всего, так сказать, архитектурное сооружение. Мне, демократу, как вы говорите, да, меня это нравится. Ну, как гражданину, как уже, в общем, немолодому человеку, как человеку, который объясняет там студентам, так сказать, какие-то основы того, что происходит в стране, мне это не нравится. Мне не нравится вот смена памятников. Это, в этом есть что-то от Карабаса-Барабаса, который дёргает за нитки тех, кто вот сшибает один памятник, скажет другой. Я думаю, что здесь противоречие, не нравится смена памятников, при этом желание, в общем, такой памятник, как мавзолей, в общем, фактически... Разорить. Разорить, да. Это будет безусловно сделано. Я говорю, что надо поставить впереди лошадь. Это должно быть очень серьёзный, долгий. Не суд, чтобы кого-то там посадить, тем более, что все они давно лежат в земле. Это должно быть общественное согласие в стране. Правильно, общественный консенсус, это, по сути, не лошадь. То есть, сначала все люди между собой должны договориться. И тогда понятно, что, ребята, если всё так, если теперь мы всё про это знаем, мы же в своей стране, мы же в своём доме, тогда почему вот это всё стоит до сих пор у нас, и мы как детям будем объяснять, почему у нас Ленин, если Ленин бандит, убийца и так далее. Вот о чём речь. А мы направляем вот это движение и общественные мысли, и, так сказать, некие свои какие-то, и не только свои, но эмоции, в очень такое какое-то идиотское русло. Ребят, вот памятник виноват. Давайте памятник уберем, и всё будет хорошо. Не будет хорошо, потому что на месте любого памятника, как пела Куджава, а всё-таки жаль, иногда над победами нашими встаёт пьедестал, и которые выше побед. Вот о чём речь. – Да, вот так мы неожиданно от воспоминаний о взгляде так развернулись, как всегда, и заговорили о политике. – А это две, как мне кажется, я же опять со своей колокольней немножечко, это две очень важные темы. Храм Христа Спасителя и Мавзолей, ведь до сих пор разламывает или распиливает, или как угодно, делит, во всяком случае, как мне кажется, страну как минимум пополам. – Уже не пополам. – Уже не пополам, но всё равно это существенное количество и тех, и других. – Смотри, больше, чем напополам разделился взгляд, потому что я вот чуть-чуть успел коротко рассказать до эфира, мне на днях вчера, позавчера звонила Татьяна Дмитракова, ты помнишь, конечно, это режиссёр взгляда, который делал самый знаменитый сюжет с Владом Листьевым про лошадь, который получил премии. И она мне сказала, что на Первом канале будет запись программы 1-го числа, посвящённой 30-летию взгляда, и она попросила список, и в этом списке она не обнаружила фамилию Мукусева, ну, помимо всех прочих. Зато обнаружила фамилию Татьяны Оксаны Пушкиных, поскольку ты был во взгляде. Может, ты мне напомнишь, чем Пушкины занимались во взгляде, и почему ты отказался, или тебя не звали? Нет, меня, во-первых, никто не звал ни сейчас, ни на 25 лет, ни на обручение ТЭФИ и так далее. Я знаю, почему, потому что я бы не постеснялся задать один вопрос, главный вопрос, основным бенефициарам тех, кто празднует сегодня 30-летие на Первом канале. Кого ты имеешь в виду? Я господину Любимову прям всё имею в виду. Я бы спросил, простите, товарищ, а вы сами-то что-нибудь сделали? Ну, бог с ним, с передачами, вы их делать не умеете. Ну, хоть сюжет покажите. Я честно хочу научиться делать хорошее телевидение. Я хочу понять, почему, так сказать, вот вы отчитываетесь чужими передачами, чужими сюжетами, чужими заслугами. И вот, чтобы ответить, так сказать, все эти люди. Потому что всё это я видел, когда был 25 лет взгляду. Ну, бог с ним, так сказать, кто такой любимый всем известен. На 25 лет взгляду тебя тоже не позвали. Нет, конечно. И Политковского там тоже не было, я помню. Меня смутило другое. Я за порядочного человека держал и Диму Захарова. Абсолютно, как мне казалось. Я его столько, так сказать, поддерживал всячески и так далее. Как он мог сесть и сидеть за столом, рассказывая про ворованное? Рассказывая про то, что… Он сидел за столом с тем же с любимым и с листьями с самого начала. Это первые три ведущих взгляда. Секундочку. Любимов, Листьев, Захарова. Я же не про ведение говорю. Понимаешь? Когда ты садишься в самолёт, правда, было бы странно, если бы на месте пилота сидела стюардесса. Вряд ли бы ты полетел. Да, у каждого свой функционал. Функционал ведущих сидеть за столом и представлять сюжеты, которые сделали. А что такое взгляд? А взгляд – это как бы такая вот стол, стоящих на мощных трёх ногах. Первая нога и главная, безусловно, это гости в прямом эфире. Вторая нога, мощнейшая нога – это сюжеты, которые делали наши корреспонденты, чем мы гордимся. И будем гордиться, пока, так сказать, существует память о взгляде. И только третье – это ведение. Но если мы с Политковским, например, вели, рассказывая о том, что мы будем показывать, потому что мы это снимали, потому что мы это сами вытаскивали, так сказать, на свет Божий, как журналисты, то ребята просто читали подводки, так называемые, к нашим же сюжетам. Вот и всё, и вся разница. Это очень важно, потому что взгляд и слово «впервые» соединены очень мощно. Впервые с помощью Толи Малкина и Киры Прошутинской появилось понятие «ведение». До взгляда передачу вели либо авторы, либо это были дикторы. Нечто среднего не было, понятия «ведение» как такового или там «телеведущий» в принципе не существовало. Со взгляда появилась вот эта вот некая абсолютно новая для телевидения тогда роль, роль человека, который через секунду после произнесения фамилии или там какого-либо текста забывал о том, о чём он только что говорил в качестве представления. Почему? Потому что к нему это не имело отношения. Но он не сидел при этом как диктор, так сказать, известно, что была у него вторая половина тела или нет, а он ещё и двигался. Вот что было важно. В студии, где сидели ребята, там были телетайпы. Да, они потом не сыграли, мы их в итоге выбросили, но по сути-то они жили в этом самом пространстве телевизионном, они просто были говорящими головами. В этом смысле, да, конечно, они вели передачу и так далее. Хорошо, что вот ты упомянул про Шутинскую и Малкин, авторов, как взгляда. Их не было в списке награждённых, 31 человек наградили в 2007 году, 20-летие взгляда, их там не было в этом списке. Почему? Всё-таки 30 человек наградили. Это поразительно, потому что эти люди на своих руках, как родители, вынесли вот эту первую программу. Первую, там ряд первых программ. Хорошо, и тебя не было, и Политковского упомянутого. Это поразительно, да. А были люди, которые взгляда вообще никакого отношения не имели. Как можно забыть Киру? Как можно было забыть Малкина? Как можно было забыть Соголаева? Как можно забыть Руссенко? Соголаева даже не было? Нет, конечно. Вот понимаете, это люди, которые... Ну, это за гранью. Да бог с ними, со всеми. Понимаете, всё это, и в конце концов, ерунда. Все эти фигурки, наношения и так далее. Всё-таки в телевизионной отрасли это самая главная награда. Ребята, когда-нибудь... Всё-таки 30 человек взглядовцев, из которых... Когда-нибудь мальчик спросит короля, понимаешь, вот всё, это рано или поздно произойдёт. Ребята, а сами-то вы что, хоть что-нибудь сделали? Поэтому это большая трагедия впереди у Саши Любимова, у тех, кто пытается сегодня праздновать юбилей, к которому они практически отношения-то и не имеют. Ну, я не соглашусь, всё-таки Любимов, для очень многих, в том числе и для меня, был лицом взглядов. Ну, и слава богу. Ну, и слава богу, ребят, ну, давайте на кладбище будем делиться, так сказать, этим самым. Вот мы подошли к теме нашей передачи, кто и как монетизировал гласность. 14, 24, отлично, 24 минуты на вы. Кто и как монетизировал гласность. Или, скажем так, программу «Взгляд» и то счастливое время, когда мы все были молоды, веселы, и жизнь казалась впереди одной счастливой дорогой, на которой будут лежать мешки с деньгами, кубки славы и все остальные плюшки счастья, как говорит современная молодёжь. Вот что ещё получилось? Ничего не понял про плюшки, мешки. Приватизировать. Не приватизировать, а монетизировать. Монетизировать, да. Когда так и произошло. Кто конвертировал славу взглядовскую в капитал. Те, кто будет сегодня или там завтра, или когда ты говоришь, будут на экране Первого канала рассказывать про взгляд. У них всё в порядке вот с этой монетизацией, со всеми делами. А почему так получилось, что одни, что называется, превратили славу взгляда в деньги, а другие нет? Вот как, в чём тут такая вот история? Почему у них получилось? А у других нет. Послушайте, вот я питерский сам, да я не пугаю вас. Я... Вы питерский, да. Владимир, давайте без угроз, да? Нет, просто вы должны представить себе, если вы там плывёте по Неве, то, или вплываете в город, или наоборот уходите из него, то не можете не увидеть огромное здание, страшное здание, которое называется Кресты. Вот они всегда полные, всю жизнь были полные, сейчас они полные и так далее. Вот почему люди, которые ходят вокруг Христов, и те, которые там за стеной, почему одни там, а вторые, так сказать, не там, а вторые вне? Что их разделяет? Только стена? Я, может быть, это заумь такая моя, но в принципе мы сейчас ударимся в такую философию, в такую, так сказать, историю, связанную с воспитанием, связанную с какими-то нравственными ценностями, связанную с установками жизненными и так далее, и так далее. Что получится, что вот, ну, пусть с Политковским и там ещё там два десятка людей, которые не заработали на взгляде, они вроде такие хорошие, такие нравственные, высоко, какие-то такие люди с высоким духом, а вот все остальные, так сказать, и так далее. Тем более, что те самые деньги, которые так любил Влад, привели его в конце концов. К страшной трагедии. Что листья по дню любил деньги, все остальные деньги? Я говорю не про любовь к деньгам, я говорю про деньги, как некий фактор, появившийся в конце 90-х на телевидении в принципе, да и не на телевидении, только а в стране, который стал руководить поступками людей и всем, что происходит и сегодня в стране. Слом не произошёл на уровне идеологии, на уровне философии, на уровне там целеполаганий или чего-то. Слом произошёл по отношению к этим самым деньгам, будь они прокляты. Так может, это и была идеология, потому что деньги тоже составная такая фронт. В Советском Союзе, условно говоря, не было бизнесменов и не было денег, скажем. Там разрыв между академиком и генералом КГБ в 500 рублей, инженером в 100. всё-таки это не был разрыв в сотни раз, как сейчас. Может быть, деньги были символом такого вот, а теперь у нас свобода. У нас теперь и рок-н-ролл, и деньги, и жвачка. Может быть, такой же момент. Я же про деньги не вообще, я же, надеюсь, вы понимаете, что я не идиот. Я говорю про деньги заработанные, либо деньги украденные. Взгляд сгнил, потому что появились украденные деньги. У кого они были украдены? Они были украденные у тех людей, которые смотрели взгляд, думая, что они смотрят до сих пор честную передачу, где работают честные, неподкупные ребята, которые вот рвут на себе рубашку, и вот поэтому они очень хороши. А на самом деле в конце 90-го года взгляд уже поразила коррупция. Весь взгляд, кроме Мукусева? Ну, не знаю, весь и не весь. Я ведь расследование не проводил. Я говорю о том, что произошло в принципе. Монетизировали взгляд те, кто и убил Листьева. Вот что надо понимать. Не убил в смысле стрелял, а привел к той ситуации, когда и даже убийство стало возможным. Вот я о чем. Вот я о страшной цене, которую, так сказать, во что превратилась вот эта народная любовь и возможность использования и конвертировать эту самую народную любовь, во что ее можно было превратить. Я хочу уточнить. В 90-м году уже появились первые эфиры, джинса, так называемые, проплаченные эфиры во взгляде. Не эфиры. Не эфиры, а передачи. Шоу-биржа там и так далее. Сюжеты. Когда там, скажем так, бизнесмены платили некие деньги, а журналисты с пламенным взором, значит, это все. Не знаю пламенного взора. Чаще всего это касалось все-таки вещей, связанных с попсой, связанных с музыкой и так далее. То есть, музыкальные редактора ты имеешь? Я не знаю. Кто брал деньги просто? Где деньги, Зин, как у песни? Я понимаю, Жень, ну вот и Влад там, и Разбаш, они уже не могут мне здесь ответить и вам ответить на эти вопросы, да? А вы меня выталкиваете сейчас, так сказать, на как бы произнесение и произношение людей, создавших эту шоу-биржу и занимавшихся тем, что называется джинсами. Я точно знаю, что мне никогда не предлагали никаких денег. Ну, так они его получили порожек. Ты же понимаешь, что, так сказать, они, эти люди тоже понимали, что кто-то любил. Ну, я был лошара, который не понимал ни новых видений. Ну, и понятно, что они приходили и ко мне, и понятно, что они приходили и к Политковскому, потому что понимали, чем это закончилось. Да, Политковский, допустим, получил в подарок от первого советского легального миллионера камеру, на которую были сняты многие сюжеты. Это же тоже можно воспринимать как элемент взятки. Вот эта знаменитая камера, которую и Листьев снимал, и которая не была на балансе гостей радио. Кто-то может сказать, а чем, собственно, подарок бизнесмена, который был в эфире? Слушай, и я, и я грешен. У нас с Тарасовым была одна девятка на двоих. Девятка в смысле машина? Машина, красная девятка, бордовая. Это была не его девятка, а его дядя. Он по доверенности ездил. А у нас не было машины. Иногда так было нужно куда-то быстро доехать. И я брал у него машину, да. Я тоже замазан. Так вот, я тебе здесь в продолжении этого. Я понял твой тезис. Тут надо было слезу еще пустить. Я понял тезис. Но как Разбаш мне объяснял, с которым я ставил конкретно вопросы. Потому что он вымогал деньги у моих знакомых. Причем наделал, как я считал, на святой. Потому что это память культового музыканта. И когда он там поставил вопрос денег, я сказал, Андрей, ну как тебе не стыдно? На что он сказал? А мы сейчас не государственная контора. Нам надо деньги зарабатывать, чтобы покупать аппаратуру, чтобы покупать автомобили, чтобы платить за монтаж. Это не взятка. Деньги, которые мне принесут, они пойдут в кассу телекомпании ВИД, и на эти деньги будет производиться продукт. Вот совершенно другая точка зрения. Точка зрения другая, только, понимаешь, при всем при том официального счета. Не было, деньги приносились в пластиковые пакеты. Поэтому это было воробство. Вот что убило взгляд, и что убило в конечном итоге и телевидение, да и журналистику в принципе. Я все пытаюсь ответить на ваш вопрос по поводу того, что случилось там, и почему. И не получается ответа, повторяю. Потому что очень печальный финал у тех, кто воровал. Я имею в виду взгляд и вид. И очень не хочется бездоказательно ворошить, так сказать, могилы. Вот очень не хочется. Потому что все-таки нас связывает куда больше доброго и какого-то честного и чистого, коим являлся взгляд до декабря 1990 года, чем вот все то, что произошло потом. А потом произошли убийства. Убийства произошли только Владиславу Николаевичу. Остальные, в общем-то, я не знаю, чтобы кто-то был убит, если мы говорим именно об убийстве, а не о каком-то там ритуальном преображении. Давайте мы говорим убийство, возьмем в кавычки, и все тогда, все встает на свои места. И тогда я понял. Да, воспоминания нахлынули. Воспоминания нахлынули. Но, тем не менее. Ну, давайте вот про вас, например. Вы ведь пошли в политику. Если вы имеете в виду депутатский мандат, политика ли это наше абсолютно не сговариваясь твердое убеждение, реализованное потом с Политковским, идти не в комитет по средству массовой информации, чтобы получить кресло там председателя телевизионного, там какого-нибудь канала, там начальника или так далее. А мы пошли в комитет по правам человека. Политика ли это? Это просто продолжение того, что мы делали в «Озгляде», просто немножечко другими возможностями. И поверьте, мандат депутата народного, он давал значительно меньше возможностей, чем наше появление на телевизионном экране. Взгляд давал нам значительно больше сил и возможностей решать наши проблемы. Не наши, а те, кто там обращался. Ведь нас не зря называли всесоюзной жалобной книгой. Хотите пример? 26 лет я добивался от власти. 26 лет я хочу, чтобы вы эту цифру представили себе. Чтобы убитые в Югославии в 91-м году мои друзья Витя Нагин и Гена Куриной были награждены. И было возбуждено уголовное дело по факту их пропажения. 26 лет. А если бы у меня был взгляд, я бы сделал это за одну передачу. Потому что реакция на программы наши и на то, что мы говорили о «Озгляде», была фактически мгновенной. Ну, пример тому Министерство соцобеспечения, коллегия которого в полном составе была привлечена к ответственности за то, что там творилось после нашего сюжета. А о чем это было? Я принес, в прямом смысле слова, двух инвалидов, которые выкинули из Кирмского дома-интерната на улицу. Они приехали ко мне, неделю жили в Останкино. И я был настолько потрясен, что вот эти люди без рук, без ног, так сказать, вот они их просто выбросили на улицу, что я взял их на руки, в прямом смысле слова, и внес в кабинет министра социального обеспечения. И это было эмоционально. Это не имело отношение ни к журналистскому расследованию, ни к каким-то долгим-долгим, так сказать, выстроенным телевизионным сюжетом и так далее. Но попал я туда, куда до меня никто не приходил с камерой. Я не имею в виду даже в данном случае министра или... Казалось, что ну что министерство соцобеспечения? Это какие-то железные кровати, какие-то описанные там эти самые матрасы, какой-то кисель. Вот то есть нищета, бедность. А выяснилось, что там воровали миллионами. Миллионами на вот этих самых инвалидах. В советское время еще. И просто за тем, что сделал взгляд, начались разборки, начались расследования, и начались потом касаты. Когда нам говорят, про что сделал взгляд? На совести у Мукусева, ведущего взгляда, такое явление, скажем так, как Кашпировский. Это же ты Кашпировского фактически сделал Кашпировским. Идея была простая и бесхитростная. Уж извините за... При наших-то масштабах, я имею в виду климатических в стране, при нашем бесконечном стремлении попасть то на крайний север, то на юг крайний, то в космос, то еще куда-то там, на Джамалунгу, куда угодно, я предполагал, что может быть ситуация, когда один из членов любой экспедиции, как бы они не были далеким, например, на далекий космос и так далее, заболеет, заболеет, но таким образом, что он не сможет вынести, там, не знаю, анестезию или что-то еще. Мне нужна была, когда я узнал, что может Анатолий Михайлович делать, мне нужна была возможность, теоретическая возможность, провести, иметь возможность спасти человека, не имея с ним непосредственного контакта. Вот идея Кашпировского. Почему мы сделали МОЗ с Киевом? Почему мы сделали... МОЗ Киев поподробнее, когда он делал анестезию, она началась с телевидения. Да, полосная операция. Возьмите иголку, уколите себя, и вы поймете, что полосную операцию сделать без анестезии, так сказать, и сделать так, что тебе, показать, что тебе не больно, невозможно. Это болевой шок. Мы это сделали. Мы доказали, что может человек, который с помощью телевизионной техники находится в операционной, он может помогать анестезии. Вот что важно. Ты реально веришь, что эти женщины, которым делали операцию в Киеве, были... Я не реально верю, а мы работали в прямом контакте с журналистами киевскими. Это не дело веры, это дело, так сказать, 20 или 30 человек, людей, которые готовили к операции эту женщину. Так что ничего там не было такого, чтобы можно было сказать, что это всё подстава. Это не был фокус. Хорошо, но как бы ты сотруднику молодёжки ведь тоже втыкал Кашпировский. Кашпировский, расскажи про это, я не был свидетелем. Это запись, слава богу, есть. Вадим Белозёров, Царство Небесное, великий наш журналист, который занимался как раз всеми этими сумасшедшими, в том числе и Кашпировским, и всеми остальными. Он просто поставил руку, и Кашпировский... Это в эфире было. В эфире. Он просто поставил руку, и Кашпировский поткнул ему руку иголкой. Насквозь? Насквозь. Мы это увидели. И он ничего не почувствовал. Абсолютно. Это не гипноз, это не фокусы. Мы не ради этого Кашпировского, так сказать, вытащили на экран. Всё, что началось потом, все эти дикие вот эти вот самые сеансы с растворением там этих хрящей и там чего-то ещё там, это всё без нас. К сожалению, наши, так сказать, достижения взглядовские потом были настолько испоганены и использованы не нами, что нас винить в этом нельзя. Повторяю, у нас святая была цель и задача использовать талант, безусловно, талант Кашпировского для наших же, так сказать, вот целей, я повторяю, так сказать, для экспедиции и всего остального. Вот идея. Это чисто взглядовский взгляд на проблему уже, знаете, за тавтологию. Никаких, так сказать, сеансов, никаких излечений, ни что с Кашпировским, ни что с Аланом Владимировичем Чумаком. А Чумака тоже ты, да, привлёк? Ну, конечно. То есть, о нём тоже страна не знала до взгляда и до Мухусина? Вы знаете, а я провёл очень сам, допустим, достаточно любопытный эксперимент. И, может, хотите верить, хотите нет, но в одном подбоскотном колхозе две грядки с этими самыми, с розами. Я лично приезжал, не говоря, кто я, чего. Ну, меня понятно, меня знали. Но о фамилии Чумак тогда никто и не слышал, не слышали. Одну грядку я поливал обыкновенной водой, вторую заряженной Чумаком. Хотите верьте, хотите нет, но сантиметров 20, как минимум, в высоту. И наполняемость, так сказать, вот бутонов этих роз, которые я поливал водой Чумака, были больше, были очевиднее. Это было, вот, рядом, повторяю, рядом две грядки. Это делал я сам. Прежде чем, и тем не менее, и тем не менее я делал это с улыбкой. Я прекрасно понимал, что все эти сумасшествия наши, все эти, так сказать, все это очень напоминает такой не очень серьёзный, тем более ненаучный подход. Вот, каждая наша история, что с Шикаспировским, что со всеми другими людьми, и в том числе Саланом Владимировичем, она заканчивалась одним. Ребята из Академии наук. Давайте, мы готовы предоставить эфир, но опровергните нас. Давайте проведём всесторонние испытания. Давайте поставим здесь точку. Может быть, нас разыгрывают. Может быть, мы здесь, так сказать, становимся заложниками людей, которые в итоге хотят, там, не знаю, на нас заработать, учитывая эфир и масштаб, так сказать, который мы им предоставляем, я имею в виду, аудиторию. Может быть, это, так сказать, просто такой вот разводка. Опровергните нас. Не наше дело. Мы рассказываем про то, что видим. А попробуйте теперь доказать, что мы не правы. Вот, чем заканчивались все эти истории с Кашпировским и со всеми остальными. Сумасшедшим. Я вот сейчас подумал, я подумал, что любой другой на вашем месте открыл бы вместе с Чумаком или Кашпировским совместное предприятие. Коператив, как-то там были, кооперативы. И на этом можно было очень неплохо бы заработать. Наша вода, ваши розы. Собирались ведь стадионы, а вы, по сути, его раскрутили по щелчку, условно скажем так, по щелчку. Зачем вы меня сейчас запустили? Не-не-не, наоборот, я хотел... Welcome to the club. Еще один здесь лошара образовался. Секунду. Я не упустил, нет, ты хотел как раз перейти к вашему идеализму и романтизму. А вы знаете, когда вот у меня такой стол в 34-й комнате, на 12-м этаже, где я сидел, заполнялся письмами, на которых я практически уже сидел, мешками, я вытаскивал, например, из них пару тысяч писем от стариков. С одной и той же, например, темой. Тема одна. Мне не делают операцию, Владимир, если можно, помогите, я ветеран войны и так далее. Я брал чистый лист бумаги и писал министру обороны, маршалу Язову ДТ. Это, уважаемый Дмитрий Тимофеевич, программа «Взгляд» делает серию материалов, там, к очередной, не знаю, там, дате победы, там, не знаю, еще к чему-то и так далее. Мы хотим съездить к таким-то людям, и перечислял, там, к Ивану Ивановичу из Комсомольска на море, там, к Петру Петровичу из Калининграда и так далее, так далее. Там 20, 30, 40, 100 там человек. Мы делаем о них материалы. Нам известно, что у них есть проблемы. Мы надеемся, что, когда мы будем снимать этих людей, то их проблемы будут решены. С уважением, Владимир Мукусин. Шантажировали своей известностью. Правильно? Вот сейчас вот я так, я понимаю, может быть, это звучит... Не шантаж это был. Хотя, вы, наверное, правы. Давление, да. Я прекрасно понимал, что никакой маршал Язов моё письмо читать не будет. Главное, что был эффект. А будет читать это письмо. Какой-нибудь майор из Арбатского военного округа задело писем. И, беря с презрением и отвращением моё письмецо, второй рукой этот человек брал трубку и звонил в тот округ военный, на территорию которого жил этот ветеран военной. И говорил, у вас из Москвы, у вас там какой-то козёл есть старый, который, ну, пусть его дописал письмо. Значит, даю неделю, чтобы... Почему я об этом знаю, что такие разговоры были? Потому что через месяц, через два, от сотен писем приходило там, ну, от силы там два-три. Которые начинают так, сынок, я не знаю, что ты сделал. Но буквально через месяц после того, как я отправил тебе письмо, у меня у двери остановилась чёрная Волга у моего дома. Меня попросили ничего не брать с собой. Меня перевезли в Петропавловск и Камчатский. Мне сделали операцию. Теперь я вижу, ну, если разговор касался... И сам пишу тебе письмо. Спасибо тебе, сынок. Это было вне эфира. Это было вне передачи. Это было... Что я делал? Я заставлял взглядовской популярностью проворачиваться вот эти жуткие жернова чиновничьих, вот этих самых абсолютно заржавевших того времени колёс, которые назывались советская власть. О чём я? Я о том, что, к сожалению, сегодня тем же самым занимается наш президент. Вот он сидит на этой... О, какая параллельная. Вот это поворот. А у нас передача уже закончилась. Об этом мы в следующем эфире, потому что у нас, к сожалению, уже вышло время. Я к тому, что взгляд, к сожалению, не сделал то, что должен был сделать. Механизм чиновничьей работы должен работать вне вот этой плётки, вне этих наших шантажей, вне этих дел. Не президент должен отключать или включать газ или воду. Вот я о чём. Вот я почему назвал... Сейчас объясню книжку, которая вот на эту неделю выходит «Мушкетёры перестройки». Вот у нас был в эфире Владимир Мукусев, «Мушкетёр перестройки», который один за всех принял астракизм команды, а Влад Листьев один за всех принял пулю. А все за одного у вас или у нас, я должен сказать, у вы, не получилось. Я надеюсь, что мы не последний раз в студии программы «Мимо нот». У нас был Владимир Викторович Мукусев, эфир вели Олег Дружбинский, и я, Евгений Додолев. Спасибо. Спасибо, Владимир. Спасибо.